Вебинарная комната И файл со всеми примерами, которые я буду показывать Пожалуйста, скачайте, посмотрите, попробуйте разобрать все картинки на составные части Посмотрите, как настроена анимация Это вам скажет о многом Поэтому я буду меньше сосредоточена на инструментальном подходе И больше буду говорить про теорию, про основы Про то, что нужно знать, чтобы уверенно работать с векторными иллюстрациями в PowerPoint Итак, мы поговорим сегодня о двух небольших темах Это, собственно, векторные иллюстрации Чем они отличаются, как они создаются в PowerPoint Какие у них есть особенности И какой функционал поддерживает сам PowerPoint В каких областях он удобен с ним хорошо работать А какие вещи в PowerPoint сделать невозможно даже самыми тонкими настройками Вторая тема – это способы анимации Я расскажу об основных способах анимации Начиная с самых простых и до более продвинутых Покажу, как это все делается Если у вас будут возникать какие-то вопросы Пожалуйста, задавайте их сразу По ходу вебинара Я буду следить за чатом Отвечать сразу И раскрытие темы получится более полным Начнем мы с вопроса об иллюстрациях В большинстве случаев в PowerPoint Мы работаем с растровым изображением То есть, когда мы вставляем картинку Скаченную из интернета Найденную на компьютере Как правило, это изображение растровое Растровые картинки – это те, которые Так, минуту, сейчас я подстрою микрофон Изменила настройки Павел Юрьевич, хорошо Растровое изображение – это картинка Составленная из цветных квадратиков Из пикселей, каждый из которых Закрашен в свой собственный цвет Когда мы скачиваем и вставляем такое изображение Для нас очень важен исходный его размер Потому что сделать картинку большего размера Тяжело, она начинает размываться Но и при уменьшении, при сильном сжатии картинки Их тоже идут искажения Поэтому растр нам желательно скачивать в очень хорошем качестве В очень большом размере, чтобы с ним можно было работать Вот в качестве примера иллюстрация Это растровый рисунок сердца Стилизованное изображение И оно же в заметно увеличенном виде Как вы видите, края рисунка размываются Появляются зубчики То есть, если я захочу поработать с этой иллюстрацией Я должна придерживаться определенных его размеров Совсем по-другому работают фигуры в Пауэрпойнте Каждая фигура – это векторная иллюстрация А векторная иллюстрация – это иллюстрация, состоящая из точек и кривых между ними То есть, она не отрисована заранее Программа генерирует ее каждый раз по заданным параметрам Это значит, что векторные иллюстрации можно увеличивать до бесконечности Вот эта функция работы с фигурами Она уже довольно давно в Пауэрпойнте С самого начала Количество функций увеличивается Возможности по работе с векторными иллюстрациями Сопоставимы с простыми специализированными редакторами То есть, часть функций Adobe Illustrator Часть функций Inkspace В Пауэрпойнте вполне доступны для работы Но поскольку это все-таки программа для презентации Функции спрятаны далеко, неудобно К ним нет хорошего доступа И чтобы уверенно работать с фигурами И создавать собственные иллюстрации Пусть даже из самых простых вот таких вот форм Нужно набить руку Нужно очень долго с этим работать Чтобы поставить свои знания, свои навыки на поток И делать иллюстрации проще, быстрее, качественнее Третий вариант иллюстрации Это тоже вектор Который находится в формате EMF Раньше Пауэрпойнт, по-моему, включительно до 10-й версии 2010-й поддерживал формат EPS То есть, более распространенный векторный формат Сейчас же в целях безопасности эту функцию отключили И теперь единственный векторный формат, который можно вставить в презентации Это формат EMF Это тоже векторный Вы можете брать из интернета бесплатные векторные наборы Векторные иконки, векторные паки инфографики И конвертировать их в формат EMF Это делается либо через любой редактор, тот же иллюстратор, бесплатный Inkspace Либо через вот такие онлайн-конвертеры, как Converso.co Когда вы подгружаете EMF объекты на слайд Вы можете работать с ними как с фигурами То есть, каждая такая иллюстрация разбита на множество простых форм С одной стороны, это очень гибко и удобно Вы можете каждый объект подвинуть, изменить С другой стороны, у вас на слайде оказывается вот такая вот мешанина объектов И прежде чем работать с такой картинкой Ее нужно почистить, сгруппировать Так, чтобы вы хотя бы могли понимать, где какая часть иллюстрации Чем более фотореалистичное изображение, чем более она правдоподобна Тем сложнее работать с такой векторной иллюстрацией Самый простой вариант, это строковые иконки То есть, иконки-силуэты, где я использовала только один цвет Только один замкнутый контур С ними работать, конечно, проще всего У вас будет один объект на экране Так, ну а теперь, когда я показала вам Какие у нас есть виды иллюстрации Вернемся обратно к фигурам Как я говорила, это векторное изображение И будем сегодня смотреть, как с помощью фигур Создавать какие-то простые иллюстрации Вот для того, чтобы создавать иллюстрации В PowerPoint, чтобы это были именно векторные картинки Можно использовать прием, который обычно используют дизайнеры Это взять готовое изображение Например, фотографию И обвести ее сверху, чтобы получить стилизованный рисунок Но как раз в отличие от того же иллюстратора Где можно удобно настроить этот режим И пока вы обводите видеть контуры изображения Иллюстратор не предназначен для этого И очень многие рисунки, очень многие фигуры Приходится потом подправлять, настраивать их буквально вслепую Я опять же взяла сердце Это не векторное, это растровая иллюстрация И решила попробовать на его основе создать векторный объект Состоящий из множества фигур Самый простой вариант это обводка Я просто беру инструмент рисования Полигональная линия Вот сам тут эта фигура И с его помощью, максимально стараясь попадать на контуры Обвожу все части иллюстрации Объект полигональной линии рисует только прямые отрезки А значит у меня рисунок в любом случае получится угловатый Если конечно задаться целью и ставить много промежуточных точек Можно получить довольно тонко совпадающее изображение Но если у вас круги, кривые линии, плавные обводы То вот этот случай не очень подходит Для геометрических объектов, для инфографики Да, полигональная линия это очень хороший выбор Она позволяет быстро и просто обвести контуры изображения Можно пойти другим путем и поработать с полигонами Полигоны это треугольники, на которые развивается иллюстрация Или реально существующий объект Полигоны пришли из 3D моделирования И полигональное моделирование строится на той аксиоме Что через любые три точки можно провести плоскость Поэтому при разбитии иллюстрации Мы разбиваем ее через три точки, то есть треугольниками Для этого тоже удобно использовать инструмент полигональная кривая Просто вы замыкаете ее на третьей точке Так, эти инструменты обводки Да, находятся в Powerpoint Я вот здесь вот показываю на изображении Вставка, фигуры И вы выбираете полигональные линии Вот здесь вот в разделе линии Я беру большой объект Разбиваю его на части И рисую треугольники Если у меня прямоугольный объект Я его разбиваю на два треугольника Если у меня круг То я рисую сектора через хорды Продемонстрировать, как я это делаю Или продемонстрировать, какой результат получится Вот такой вот результат у меня получился Когда я задалась целью все-таки обвести это сердце Это полностью иллюстрация составлена из треугольников По идее нужно ее подогнать Чтобы не было между ними промежутков Но это именно стилизация То есть точного изображения с помощью Powerpoint Вы, конечно, не получите Продемонстрировать, как делаю Я для этого должна включить экран Я знаю, что у тех, кто смотрит с мобильных телефонов У них будет просто черный экран Они не увидят, что происходит на моем рабочем столе Давайте я вот сейчас просто откачусь обратно К объекту сердца И покажу вот прямо средствами рисования Как я здесь разбиваю на треугольнике У нас же тоже здесь есть объекты рисования Вот это вот левое сердце Оригинальный рисунок Так, мне нужны Линии у меня будут кривые Я сразу предупреждаю Ровная мышка вам в вебинарной комнате не прочерчу Смотрите, маленькие вот эти вот красные сосуды Это фактически прямоугольники Я рисую через три точки Разбиваю на один треугольник И точно так же разбиваю на второй треугольник Все это аккуратно подгоняю Например, вот этот вот большой голубой сосуд Его можно условно разделить на верхний прямоугольник На нижний треугольник И вот здесь провести еще одну дополнительную линию Прямоугольник я тоже разбиваю еще на части Это что касается прямоугольных объектов Теперь я возьму Вот более округлый рисунок Разобью Если у нас идут сектора То я провожу линию вот так Стараюсь захватить тот участок Который максимально близок к прямой И провожу вот так Следующий треугольник я разбиваю наоборот Основанием вверх Острым вниз И точно так же продолжаю разбивать дальше При необходимости я могу взять наоборот И разбить все треугольники острыми в одну сторону Это немножко проще Но тогда у вас останутся вот эти вот маленькие боковые кусочки И там будут очень мелкие треугольники Именно по бокам Так Я понятно объяснила Или еще что-то подробнее остановиться На том, как я разбиваю на полигоны Хорошо Вот такая полигональная разбивка Это стилизация То есть вы просто по мотивам Делаете свой рисунок И эффектнее всего Эта иллюстрация смотрится Когда она собирается У вас на слайде множество Хаотично разбросанных треугольников А потом раз И по щелчку мышки Они собираются в полноценную иллюстрацию То есть здесь все-таки Больше визуальные эффекты работают Чем правдоподобность Если остаются фрагменты Где нельзя вставить треугольники Фактически треугольники можно вставить везде Просто они будут очень-очень мелкими А с мелкими треугольниками неудобно работать И у них будут всякие разные артефакты Например, несколько вершин наложатся друг на друга И у вас будут здесь, как на моей иллюстрации Вот такие маленькие торчащие за контуры хвостики Оставаться Поэтому лучше просто отрезать эту часть изображения Проигнорировать Вы просто отрезаете часть картинки И не мельчите Если круг Это вот так же, как я показывала По округлому изображению С той степенью точности С которой вам необходимо Просто мы рисуем хорды И через них разбиваем изображение Чем больше у вас будет Таких секторов Чем ровнее у вас будут основания треугольников Тем больше у вас будет круг Привижен к многоугольнику Вот так То есть просто вот так вот вы разбиваете И вот по частям где остаются У вас получаются вот такие сектора В принципе, ничего сложного в этом нет Так Следующий способ позволяет достичь Очень большой точности Фактически максимальной точности Поэтому он самый сложный и самый неудобный Мы берем точно так же В инструментах В линиях Мы берем кривую Сейчас я здесь обведу Вот такой вот значок У меня обозначен И рисуем замкнутую фигуру У нас получается объект С плавными краями Но во время рисования Эти края контролировать тяжело И поэтому фигура будет похожа Только приблизительно на Обводимый вами фрагмент рисунка Поэтому после того, как мы нарисовали Замкнутый объект С кривыми линиями Мы выделяем его Во вкладке формат Выбираем изменить фигуру Начать изменение узлов И здесь у PowerPoint Как раз открывается функционал Векторного редактора Мы видим, что фигура состоит из точек И линий между ними У каждой точки есть вот такие вот плечи И перетаскивая эти плечи Ставя их под разным углом Вытягивая или наоборот делая коротенькими Мы получаем разную форму кривой линии К сожалению, во время этих манипуляций Нам не виден сам рисунок Который находится под ним И поэтому создать точный контур Можно только методом проб и ошибок То есть вы подправили, посмотрели, подправили, посмотрели В полноценных редакторах Во время редактирования У вас рисунок будет прозрачный И вы будете видеть иллюстрацию Которая находится под ним PowerPoint, к сожалению, эту функцию не поддерживает Поэтому только методом проб и ошибок То есть нажали изменение узлов Щелкнули по нужной точке Потянули за плечи Проложили кривую линию Так, как нужно То есть вот я подогнала сейчас Линию до фрагмента рисунка На то, чтобы обвести вот этот вот Один кусочек У меня ушло времени Ну может быть раза в два В два с половиной меньше Чем обвести все сердце полигонами То есть это довольно затратно по времени Но и точность, конечно, будет максимальная Вот этот метод я рекомендую использовать Только в том случае Если для вас очень важна точность Например, у вас есть какой-то образец презентации Вам нужно сделать точно такой же логотип Точно такое же изображение А при копировании вставки теряется качество Размер рисунка Или вы просто скачали изображение Маленького размера И при увеличении оно шумит У него становятся рваные края Размывается качество Только в этом случае Если для вашей жизни необходимо Получить максимально точный рисунок Это аккуратно, но займет очень много времени И, наконец, третий способ Четвертый уже способ Четвертый способ Это то, как работают иллюстраторы При создании каких-то вот объектов То есть как они создают векторные объекты Особенно инфографические Они работают именно с простыми формами Круги, треугольники, прямоугольники, линии А затем все вот эти вот формы Все объекты объединяют Вычитают, пересекают друг с другом И так получается новое изображение Например, на моем сердце Большая часть иллюстрации Это сочетание нескольких овалов Наложенных друг на друга Я рисую овалы Располагаю их, подгоняю по размеру, по повороту Затем выделяю все вместе И во вкладке формат Когда выделены только фигуры Не группы Не фигуры и растр Только отдельные, не сгруппированные фигуры Становится активна кнопка объединить фигуры Даже просто наводя мышку на эти пять пунктов Вы будете видеть, какая итоговая фигура у вас получится То есть если я объединю все эти сердца У меня получится практически точная фигура Единственное, что объединение иногда Некорректно отображает линии То есть есть вероятность, что при объединении Вот эти центральные линии окажутся видны В этом случае вы просто убираете обводку с фигуры И включаете ее заново Повторно она будет отображаться корректно Так Ну вот в качестве примера Иллюстрация, которую я создала для этой презентации Это кактусы Это пока вершина моего мастерства Работая с фигурами в пауэрпойнте Здесь все просто Основная фигура это круг Объединенный с прямоугольником То есть вот они пересекаются вместе Затем я повторяю несколько раз эту фигуру И для того, чтобы присоединить ветки кактуса к основному стволу Я использую дугу Дуга легко настраивается То есть я ее с помощью контрольных точек Настраиваю так, чтобы она подходила точно под нужной мне фигурой Затем я выделяю Объединяю И у меня получается силуэт кактуса Который затем я уже могу раскрасить так, как мне необходимо Как видите, ничего сложного Просто несколько фигур, повторенных несколько раз А вот здесь я уже показываю, как для этого кактуса добавить эффект объема То есть добавить вот тень Для этого я взяла два объекта, два кактуса, которые у меня получились Сместила их относительно друг друга Так, сейчас я буду обводить То есть два объекта я их сместила Затем я из одного вычла другой Так, чтобы осталась только смещенная часть Я ее перекрасила в более темный цвет И наложила сверху на основной рисунок Так, чтобы получилось ощущение тени Как бы тоже ничего сложного Если заморочиться, если немножко больше времени потратить Можно сделать и более сложную градацию То есть не два оттенка свет, тень А, например, три оттенка Свет, тень и блик Так В принципе, на этом часть по иллюстрациям закончена Если остались какие-то вопросы, задавайте сразу Как видите, здесь ничего сложного нет Это вопросы больше времени И больше вопросы вашей рассмотренности, вашего глазомера То есть для человека, который работает с иллюстрациями, с дизайнером Вот это вот работа простая и привычная Из простых форм создать какое-то изображение Обвести какой-то рисунок Сделать, например, стилизацию этими же треугольниками Для них это все просто Если вы этим не занимаетесь Например, я редко прибегаю к таким способам Для меня это долго по времени Для меня это сложно Мне тяжело мысленно разбивать объект на простые составляющие Но вот в тех случаях, когда мне нужна именно векторная иллюстрация для анимации Эти способы сильно выручают Не всегда есть возможность найти подходящий рисунок в нужном мне формате Хорошо, если вопросов сейчас нет Давайте перейдем ко второй части И посмотрим, как теперь анимировать наш шедевр иллюстрации В первую очередь я должна сказать о том, что приемы анимации Имеют несколько более тонкие настройки, чем те, которыми мы обычно пользуемся Для того, чтобы работать с векторной иллюстрацией Больше всего подходят два приема Это использование путей перемещения И это использование любых эффектов, которые обеспечивают прозрачность рисунка Так или иначе Полную, частичную Изменение прозрачности Изменение прозрачности Когда мы выбираем какой-то нужный нам эффект У него есть стандартные настройки, которые видно сверху Например, поменять направление вылета фигуры слева направо или сверху вниз Но если щелкнуть правой кнопкой мыши на области анимации, выбрав нужную позицию Можно настроить параметры эффекта более тонко Вот в этих окнах нас интересуют два раздела Во-первых, сверху каждого эффекта находится его индивидуальный параметр Он может быть у эффекта и может его не быть Например, у анимации пути Здесь только блокировка Это не тонкая настройка Пункт может быть вообще в принципе не активный А вот, например, у анимации изменения размера У нее есть возможность Вот здесь в выпадающем меню Настроить тонко размер 143%, 24%, то есть подогнать изменение размера объекта Настолько точно, насколько вам это нужно Дробные, конечно, числа он не воспринимает, но тем не менее До сотых долей есть возможность работать Вторая часть, наоборот, есть в каждом эффекте Это настройки скорости анимации Когда мы смотрим, как происходит движение в реальном мире Мы видим, что оно крайне редко бывает равномерным То есть в постоянной траектории с постоянной скоростью Обычно объекты то ускоряются, то замедляются И вот с помощью плавного начала и плавного окончания Можно как раз настроить ускорение и замедление Чем больше будут эти параметры Они измеряются в секундах То есть чем больше вы выставите длительность плавного начала и плавного окончания Тем более быстро и резко будет двигаться объект в середине Если вы поставите эти параметры на ноль То объект будет двигаться механически, равномерно Поэтому лучше эти параметры, конечно, задействовать Но длительность их надо оставить индивидуально Под ваши нужды Я буду показывать пример с хаотичным перемещением по слайду Там как раз будет важно, какие параметры плавного начала и плавного окончания Будут выставлены Ну а теперь группа анимаций перемещения Те способы, которые я могу вам показать Которые вы потом можете увидеть в качестве примера Первый случай это блик и тень Это не полноценная анимация иллюстрации Это скорее добавление эффектов к рисунку Причем рисунок может быть и растровым То есть обычная вставленная картинка Например, я взяла вот это вот изображение сотового телефона Сверху на него наложила прямоугольник Подправила его настройки так, чтобы он был прозрачным и с размытыми краями Размытые края это эффект сглаживания Он доступен точно так же в меню формат эффекты Либо вот в боковой панели формат фигуры В боковой панели его можно настроить очень точно, очень тонко Именно на столько пикселей, насколько вам необходимо Я взяла стандартную заготовку на 25 пикселей Цвет я выбрала белый, но не просто белый А сразу я тоже выбрала цвет прозрачным Это тоже можно настроить в панели формат фигуры Только вот во вкладке заливки Там тоже можно подогнать довольно тонко и довольно удобно И тут же видеть, как изменяется прозрачность изображения Затем я анимирую Сейчас я вам включу видеоролик Где будет это видно? Так То есть все максимально просто Мой прямоугольник со сглаживаниями пролетает по экрану И это придает изображению как раз вот эффект блика Включу еще раз Так Не видно, да? Не виден эффект или не видно самого видео? Видно Видео не видно Так Возможно требуется какое-то время, чтобы подгрузиться изображению У меня тоже не сразу он стал показывать Так, хорошо Тогда, чтобы картинки не пропадали Я сейчас включу, чтобы они были вам тоже доступны для скачивания И вы сможете посмотреть, как это выглядит вживую Я добавила эти видео в ресурсы вебинара Вы сможете скачать их и посмотреть Так Я их запущу еще несколько раз Я надеюсь, что он все-таки прогрузится И у вас тоже будет виден этот эффект Опять же, возможно, он не просматривается мобильных телефонов И да, он у меня тоже иногда перескакивает Не показывая анимацию Так, хорошо Буду показывать дальше Файлы вам доступны Если у меня даже что-то не будет видно Вы сможете посмотреть на своем компьютере Точно так же, как блик, работает эффект тени Вы накладываете на объект полупрозрачный серый овал И тоже его можно анимировать Вот в этом случае я взяла изображение корабля Это тоже растровая картинка Наложила сверху большой круг Это эффект освещения То есть желтоватый круг С большой полупрозрачностью И с меньшей полупрозрачностью Вот этот вот нижний овал Покрашиваю в серый цвет Это будет тень Вот так вот, как на последней, на третьей стадии Так будет выглядеть изображение в итоге Движение этих кругов я тоже могу анимировать То есть вот здесь я прописала Для первого и для второго круга Я думаю, вам видно стрелочки Которые показывают направление анимации Единственное, что для тени Если у вас по экрану движется тень То к ней желательно применять Не только эффект перемещения Но и эффект изменения размера Потому что вы знаете, что в реальности Когда тень перемещается Она либо увеличивается, либо уменьшается Еще она, как правило, становится светлее или темнее То есть вы можете наложить эффект Затемнения, высветления И можете наложить дополнительно эффект Увеличения, уменьшения Так, точно так же Есть Файл, называется тень И на нем точно так же Показано как раз движение Корабль освещается Корабль освещается Слева направо И слева направо Перемещается его тень Вот у меня стало крутиться Немножко лучше Тоже не видно Так, хорошо Во-первых, все эти эффекты Есть в презентации Там она так и называется Сейчас тоже правильное название Называется Примеры анимации Вот И все видеофайлы Тоже вам доступны Раз я не могу их вам показать Тогда, пожалуйста, тоже скачайте их И вы сможете просмотреть Так Хорошо Следующий способ Использования анимации Перемещения Это сборка объекта Из частей Я взяла в качестве Примера Реальную инфографику То есть Это тоже Растровое изображение Такая вот Организационная диаграмма Показывающая Части целого объекта Все Примеры, которые я вам показываю Вот Все, что я Анимирую В этой части Вебинара Это все Как раз Нарисовано фигурами В Пауэрпойнте То есть Здесь Никакой такой Ловкости рук Нет Это реально все нарисовано В пауэрпойнте Я обвожу Треугольник Это опять же Объект Сгенерированный Из нескольких То есть Фигура состоит Из трех Небольших Кругов И между ними Проведен Полигональный Вот такой вот Объект Потому что Сами треугольники Если взять Готовый треугольник Они обеспечивают Не настолько Качественную Обводку Именно этих форм Вот эти вот Четыре фигуры Склеены В одну целую Затем Я Скопировала Столько раз Сколько нужно Изменила Размеры Перекрасила В нужные цвета Кстати На этом рисунке Видно Что при изменении При изменении Размера треугольника Меняется Радиус Круга То есть Треугольник Становится Более остроконечным Тогда Когда в оригинальной Иллюстрации Радиус Сохраняется И затем Я добавила Еще по одному Дополнительному Треугольнику Белого цвета Между Слоями Объектов Как видите Иллюстрации Получились Довольно Похожи При этом Правая Иллюстрация Это Векторные Фигуры Сгруппированы Разобранные На части И их Можно Анимировать По Частям Когда Я работаю Со сборкой Объекта Я сначала Рисую Ту иллюстрацию Которая Должна Получиться В конце То есть Готовую Картинку Затем Я применяю Эффект Перемещения И Сразу Меняю Местами Направление Пути То есть Сразу В первую Очередь Я выбираю Вот этот Нижний Пункт Контуром Сделать Белые Разделители Да Можно Опять же Нужно Подогнать Посмотреть Какие Будут Размеры Для меня Показалось Проще Сделать Дополнительными Треугольниками Но Вы Можете Конечно Попробовать Это И Контурами Возможно Так Будет Даже Проще Итак Когда Мы Применяем Эффект Перемещения Он Выбирает Точку Начала То есть То Где У вас Находится Объект Это Зеленая Точка Точка Начала А нам Нужно Чтобы Объект Находился В красной Точке В точке Конца Пути Поэтому Я Меняю Направление Пути К сожалению Вот Эта Функция Блокировки В нашем Случа Бесполезна Потому Что Нельзя Заблокировать Конец Пути Только Начало Пути Это Очень Неудобно И Мешает Делать Какие-то Более Сложные Анимации Я Я Обращаю Направление Пути И Настраиваю Перемещение Объектов Так Чтобы Треугольники Перемещались По очереди Здесь у меня На рисунке Они перемещаются Из-за краев Собираясь Вот в такую Инфографическую Пирамидку Так Опять же У меня Этот пример Показан На видео Вы сможете Его посмотреть И он есть В презентации С примерами Где вы можете Разобрать его По частям Даже Не только Анимацию Разобрать по частям Но и каждый Треугольник Вы можете Разобрать по частям И посмотреть Как он сделан Для этого Вы выделите Объект Во вкладке Формат Нажмете Группировать И разгруппировать И посмотрите Как это все Было Собрано Как все Было Сгенерировано Так Декабрь Паралакс Не воспроизводится Так Я проверю Если еще У кого-то Он будет Не воспроизводиться Я его Перезапишу Хорошо Так Тоже Не воспроизводится Угу Так Сейчас Секунду Я с этим Разберусь Значит Паралакс Это как раз Следующий эффект С которым Мы будем Работать Так Так У меня В формате Уп4 Воспроизводится Возможно Какие-то Сложности С плеером Я попрошу Павла Юрьевича Его Загрузить Может быть Дополнительно Добавить К Посту В одном Из комментариев Итак Паралакс Это эффект Перспективы Который Достигается За счет Того Что мы Склеиваем Изображение Из нескольких Слоев Обычно Состоит Из трех Слоев Больше Нет смысла Например У нас Есть Задний Фон У нас Есть Основной Объект И у нас Есть Передний Фон Затем Мы Перемещаем Эти Слои С разной Скоростью Для того Чтобы добиться Эффекта Паралакса Паралакс Бывает Прямым В этом Случае Фон У нас Я Обозначила Шириной Прямоугольника Скорость С которой Должно Ити Перемещение То есть Фон У нас Перемещается Медленно Стрелка Которую Мы Рисуем В эффекте Перемещения В анимации Перемещения Будет Короткой Основной Слой Тот Где у вас Содержится Смысловая Информация Он Перемещается Быстрее Если Вы Используете Третий Передний План Хотя Это Уже Сложно И Не Обязательно Он Перемещается Быстрее Всех И При Такой Скорости Перемещения У вас Должно Быть Размытым То есть Передний План Он Всегда Нечеткий Он Всегда Размытый В правом Верхнем Углу Находится Схема Которая Показывает Принцип Работы Паралакса Из-за Оптического Искажения Из-за Кривизны Земной Поверхности Когда Мы Движемся Прямо Равномерно Какие-то Объекты У нас Визуально Кажутся Перемещаются Быстрее Какие-то Объекты Перемещаются Медленнее Если у нас Прямой Паралакс То у нас Медленнее Идет Самый Дальний Слой С фоном И еще На этом Слайде Я Сделала Подсказку По Освещению Дальний Фон Должен быть Темнее Передний План Должен быть Светлее Для того Чтобы Был Эффект Глубины А вот Так Выглядит Обратный Паралакс Схема В правом Нижнем Углу Показывает Что это Ситуация Когда человек Оглядывается Смотрит Вокруг Себя В этом Случае Движется Быстрее Всего Фон Немного Медленнее Движется Основной Слой И опять же Если вы Решаете Добавить Какой-то Передний План Он должен Двигаться Медленнее Медленнее Всего То есть Фон Быстро Основной Слой Медленнее И еще Медленнее Передний План Вы Можете Достигнуть Этого Эффекта Во-первых Нарисовав Разную Длину Стрелок Перемещения Во-вторых Нарисовав Стрелки Одинаковой Длины Но Сгенерировав Иллюстрации Разной Ширины Чем Она Шире Тем Соответственно Она Будет Двигаться Быстрее Это Тот Принцип Который Используется Во всех Программах Анимации То есть Этот Прием Используется При Мошен Дизайне При Анимации Мультфильмов Вы Тоже Можете Спокойно Использовать В Иллюстрациях Так Ну вот К сожалению В Паралаксе У меня Замечательные Кактусы С Фоном Но Вы Сможете Посмотреть Их Уже Только Как Видео Так И Последний Прием Перемещения Это Хаотичное Перемещение Этот Эффект Подходит Для Создания Фона Нестатичный Динамичный Фон И он Эффектнее всего Смотрится Когда у вас Презентация Переведена В формат Видео В случае Хаотичного Перемещения Мы рисуем Несколько Фигур И Задаем Им Траектории Движения Вот Для того Чтобы Смотрелось Хорошо Мы Из Эффектов Должны Выбирать Те Которые Замкнутые То есть Где Точка Начала Совпадает С точкой Конца У нас Объект Идет По какой-то Траектории И возвращается В первоначальную Точку Таким Образом Получается Довольно Гармоничное Особенно Если правильно Выстроить Плавное Начало И Плавный Конец Для того Чтобы Объект Двигался Почти Равномерно Без Спешки Не Ускоряясь Довольно Ровно Проходил Свою Траекторию Лучше всего Если Эта Траектория Не Содержит Острых Углов Вот Здесь Я В качестве Объекта Выбрала Звезды У них Скругленные Бока Но При этом Все равно Острые Вершины И За счет Этого Круги Немножко Дергались Вершина Поэтому Я Опять же Выбрала Выбрала Во вкладке Формат Изменить Фигуру Изменить Узлы И Вот Немножко Подправить Вот эти Вот Плечи Получила Плавную Скругленную Траекторию И За счет Этого Круги Перестали Дергаться Они Стали Ходить Плавно Поскольку Тут Несколько Объектов Которые Накладываются Друг на Друга Я Крашу В полупрозрачные Цвета Тогда Когда Картинки Залетают Друг на Друга Они Начинают Просвечивать И Получается Еще Интересный Эффект Наложения Слоем Вот Это Несамостоятельная Иллюстрация Это Именно Фон С которым Можно Работать Опять же В качестве Примера Чтобы Пояснить Какие-то Функции Я Нарисовала Перерисовала Растровую Иллюстрацию Красное Изображение Это Растровый Рисунок Зеленое Изображение Это То Что Я Сама Отрисовала По Функте С Стандартными Средствами Фигур Здесь Есть Три Типа Объектов Вот Круги С Градиента Круги Светлые И Круги Практически Незаметные Самые Маленькие Если Я буду Анимировать Этот Рисунок Я Буду Учитывать Размер Размер И Цвет Фигуры Если Она Крупная И Насыщенная То Она Должна Перемещаться Медленнее По Небольшой Траектории То есть Замкнутая Траектория Небольшого Размера Если Это Маленькие Очень Картинки То Для них Лучше Использовать Тоже Медленное Движение Но Траектория Может Быть Вытянутой То есть Они Могут По Плоскости Слайда Перемещаться Довольно На Довольно Большое Расстояние А Средние По Размеру Изображения Которые Более Менее Плотные Они Могут Перемещаться Быстро Но Траектория Опять же Должна Быть Не Очень Большой Вот Вот Для Объектов Прорисовала Так Не Прорисовала Не Скопировала Сейчас Прорисую Например Я Возьму Треугольник С Вывернутыми Углами И Для Больших Вот этих Вот фигур Я Прорисую Путь Так Чтобы Он Не Выходил За Контур Самой Фигуры Она В этом Случае Будет Перемещаться Не Очень Заметно Плавно Вот В своих Границах И Я Не Рекомендую Ставить Длительность Эффектов Меньше 7 Секунд Лучше 10 12 И И так Далее Чем Длиннее Тем Получится Плавнее Перемещение И тем Оно Будет Органичнее Естественнее Выглядеть Для Длинной Траектории Можно Выбрать Например Петлю Я Нарисую Петлю Бесконечности Это тоже Есть готовый Шаблон Перемещения В анимации И по нему Можно Запустить С небольшой Скоростью Вот эти Мелкие Объекты Они Не будут На себя Отвлекать Много Внимания Поэтому Их Можно Перемещать На Большее Расстояние Если Какой-то Объект Перемещается Быстро Например Как Вот этот Круг То Для него Траектория Должна Быть Простой То Я Не буду Выбирать Петли Большое Количество Поворотов И загибов Я выберу Какую-то Максимально Простую Форму Это будет Либо Замкнутый Круг Либо Например Спираль Но у спирали Проблема в том Что она Потом Не возвращается В начало И эту Анимацию Нельзя повторять По кругу Так Вот Вот Этот Предыдущий Пример С Анимацией Кругов На Светлом Фоне Тоже В качестве Видеофайла И тоже Он есть В презентации С примерами Вторая Группа Эффектов Анимации Которые Хорошо Работают С вектором Это Любые Эффекты Прозрачности В первую Очередь Это Имитация Движения Принцип По которому Работает Кино Когда человек Видит Фазу Движения Он Автоматически Достраивает Их До Плавной Траектории И Таким Образом В мультфильмах Разные Стадии Изображения Склеиваются В одно Непрерывное Движение Мы тоже Можем Использовать Этот пример Мы можем Показать На одном Слайде Изображение В разных Стадиях Прозрачности Или Реально Его Анимировать Через Эффект Появления Исчезновения Появился Исчез Появился На другом Месте В другой Форме Исчез Появился На другом Месте В другой Форме Например Я решила Анимировать Вот такую Вот рыбу Тоже Нарисовала Как видите Из простых Форм То есть Здесь Все стандартные Фигуры Потом Я их Объединила Покрасила Сгруппировала Так как Мне нужно У меня будет Отдельно Туловище Отдельно Будут Плавники И хвост Нарисовала Эту рыбу В разных Стадиях Движения Как видите Меняется Положение Хвоста Меняется Положение Плавников По идее Еще можно Положение Глаз Было Анимировать И затем Все Отрисованные Стадии Я поместила На один Слайд И настроила Анимацию Через появление Исчезновения Вот стандартный Эффект Возникновения Он Показывает Он делает Фигуру Прозрачной Так Что будут Видны Вот тут Хвостики Кончики Плавников Все вот эти Скрытые Сейчас Части Они будут Торчать И будут Видны Поэтому я Использовала Немножко Другой Эффект Это Появление Через стирание То есть Слева направо Становится Рисунок Прозрачным Слева направо Он становится Непрозрачным И просто Настроила Все вот эти Вот Четыре Рисунка Исчезающими И появляющимися В цепочку Исчезновения И появления Я настроила Так чтобы Они происходили Вместе Первая фаза Картинки Исчезает Вторая одновременно Появляется После этого Запускается Следующая Анимация Если настроить Задержку Между этими Эффектами Вы можете Получить Такую скорость Движения Объекта Которое вам Необходимо Вот Имитация Движения Это разные Фазы Разной Стадии Объекта Помещенные На один слайд И настроенные Анимации Через появление Но этого же Эффекта Можно добиться Другим способом Через Псевдо Анимацию Вы Помещаете Разные Фазы Движения На разные Слайды И настраиваете Переходы Между Слайдами В этом случае Появляется Эффект Псевдо Анимации Вот В качестве Примера То, что Может показать Наша Вебинарная Комната Даже Просто Когда я Прощелкиваю Картинки Уже Создается Эффект Псевдо Анимации Если Аккуратнее Поставить Их Аккуратнее Настроить Добавить Например Эффект Прозрачности Между Слайдами Это Будет Вполне Приличный Вполне Достойный Эффект Псевдо Анимации Есть огромное Преимущество Она Работает Не только В Powerpoint Но и В том Случае Если Вы Сохраняете В PDF Файле То есть Просто Быстро Пролистывая Слайды Вы Получаете Эффект Анимации При Необходимости Вы Можете Добавить Промежуточные Слайды Где Будет Какая-то Часть Картинки Прорисовывая Только Наполовину Или По частям То есть Имитировать Загрузку Например Нарисовать Вот эти Круги Большие Круги Нарисовать Их Появление По секторам Первый Сектор Второй Сектор Третий Сектор Появился И будет Ощущение Прогрузки Изображения Вот такой Псевдо Анимации Как раз Создаются Все эффекты Загрузки Значков Загрузки Презентации Когда просто Быстро Пролистывается Несколько Стадий Изображения Несколько Разных Рисунков Какой Из этих Эффектов Использовать Зависит От Конечного Формата Вашей Презентации И от Сложности Изменения Между Стадиями Которые Вы хотите Получить Если Ваша Задача Просто Добавить Новые Элементы На слайд Или убрать Ненужные Элементы На слайд Проще Использовать Псевдо Анимацию Если Ваша Задача Идет Через Изменение Масштаба Через Повороты Фигур Тогда Нужно Использовать Имитацию Движения На одном Слайде Так Какие вопросы У Вас возникли По ходу Презентации Я надеюсь Что видео У Вас Все-таки Откроется Если Нет Пожалуйста Под Постом В личных Сообщениях Напишите Я отвечу На вопрос Загружу Те файлы Которые Вам Все-таки Не смогли Скачать Может Помогу Успели Конвертации Вам Доступна Презентация Все эти Примеры Не Пожалейте Своего Времени Разберите Их По частям Посмотрите Как Созданы Все Эти Картинки Благодарю Вас За Внимание Анастасия Одну Минутку Можно Попробовать Сейчас Запустить Возможно Получится После Уменьшения Анастасия Сейчас Давайте Я выключу Камеру И тогда Разберемся